Рез седеком должен быть одинок, что токсиры, токсиры и токсиры. Может кто-то с седеком попробует играть через антиману, потому что невозможно идти в рану на вот этот пик ЕГЭ. Они еще возьмут какого-нибудь Сентлингу или что-то там лучше, но ничего. Да, я Индерспирит, это, наверное, как-то не возьмут. А, или Лайндс? Мне кажется, они слишком сильные вот такой вот волосы. Индерспирит. Индерспирит там банят токсиры и токсиры. Ну, в ранней агрессии идти. Что раскачка для этих героев? Не выгодно. Если они пойдут, они сами наступят на грабли. Мне кажется, что его джиннис не забавит Эмир Спиртлайк сразу сами. Тот два героя, которые могут прививить. Ну, вот Эмбер уже ушел. Да, это сиглатурный герой. Да, агрессивный график. Вот ему с Ларка дали, но вроде как он реально не очень опытом оказался. Он, конечно, жесткий на всем подряд, но есть реальные сиглатурки. Ну, а тем более, это Аксер Крабаев. Сам Аксер Крабаев забает лансерок. Не мешает Аксер Крабаев. Поэтому в случае будет на то, что не занимающийся фронт герой, видите рSpecchi V1? Это миферокроп... Ф dagen скучу на... И это давно? Нет. Я забыл, я забыл, я забыл. Не видим, значит, не уйдет. Пришло время, да? Ну, хватит, проиграли. Ну, мне кажется, возможно, Байдер опять придет на лансера, хочет отдать лансера и поставить, может, какую-то W или W зомби. Как-то мерзкий, чтобы лансера не взять, может, вернуться. Или против Lockwood поставить полки соло в герой, который не имеет. Твиттер Джо, он не пытает QNF Payne. И отправить трех лидера, Коптер Нага сам PPD делает. Да, да. Штарм спирит такой из какого-нибудь. Да, ну вот техника... А, ну, значит, видимо, если забыли, что, может, Самоил на штарм не оприлитрировать. Сейчас, если они сами его не берут, то мне кажется, что это им что-то приз. Сейчас ЕГ третьим пиком забирают CM, четвертым забирают QNF Payne. Или Штарм спирит QNF Payne, дробь шторм. Что зависит от... Да, да, да. Вышел петь? Все, именно так. Он принял петь. Да. Если точно Штарм не пейнет QNF Payne, если есть Штарма, в организм тарга. Потому что в Солянова можно поставить... Ну, да, в Соляново можно поставить больше всего кастра. В Соляново? Да. Ну хорошо. Раз сможете поставить в Соляново, то да. Ну, раз сможете поставить в Соляново, то да. Задумался PPD. О, господи, PPD. PPD, может быть, и тоже задумался, но пока... Я все сказал, ему думать не очень. Над пиком думает товарищ Q, и перестолбили уже ребята... Ребята на нервах щеки трясется. Да, лайнсеров нет ничего. На самом деле, рановат, кажется, по сих пор. Ну, что там взять лайнсеры? Лайнсер не надо. Да, лайнсер не надо, потому что игроков теряет QEG, и у меня 2-й такеряет ничь. О, неверно. Это по грамотству. С СМ забираем. Петь, слышишь? Это грамотная, неверно это. Таратата, которая делает... Это грамотная вещь. Да, неверно не делает таратата. Ну, да ладно. У меня в голове странно логическая цепочка, что неверно пять от героев, да, рядом с герокоптером, который делает таратата. И поэтому я просто брал половину слов и мысли из этого, и просто сказал, наверное, таратата. Я понял. Хорошо, хорошо. Так вы себе еще на одной волне. Мы на одной волне вай-фай. Егор просто сказал, что это было. Вот просто капитану. Скоро, а не он сильно получает. Не сообразительность. Да, вы такие ребят простые. Да. Ну что ж, кристалмейдинг будет ли? Или все-таки тисушок так понравился? Началось. Может там не услышал? Да нет, там все понятно. Ну что выход-стармат точно будет у суппорта, который спрятал следующего. Спрятал, да, потому что, может быть, кто-то возьмет какого-то керри, против которого нужен, Dr. него срочный. То есть в отличиях к вашему каналу «Сбитер». Это же нам советует. Я буду специально не хотеть свой кард. Просто буду смотреть. Ну, собственно, вот еще удивительно. Я бы на месте, конечно, в кард не шел. Вот. Треплой. Особенно, по ходу с треплой в кард с герокуптером не всегда заканчивается здраво. Если это не трепла, который нас убивает, уловит, там, вроде подтягивает и аппарат убивает, нам не всегда... ...договор будет на самом деле. Треплой в кард. Вот так вот. Хорошо. А пока он приедет на треплой? Шейкер. Он никуда не собирался. Шойкер отправит нас сюда. Скоро. Какие проблемы. Клоппер теперь нет. Этот блокер, тех, кто любит во всех, которые проиграли в ЕГЭ, делал просто феноменальную часть работы. Клоппер и Шейкер. На ком будет делать дела сейчас? Шейкер. Шейкер. Как раз после корпуса. Вот. Ну, надо банить. Либо Мейден, либо Петтоп. 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 Дазл таксик. Дазл тоже может быть. Как раз герой, по идее, для Петтоп. Петтоп. Петтоп любит Мейден. Ну, Мейден они убрали. Дазл нас убрали сами. Интересно, да? Петтоп. Может ещё что-то мы забываем? Ну, Петтоп. Ну, Петтоп. Шадл Шаман. Оу... Ммм... НУ... Не знаю, зачем, да? Зло забанить, потому что... Это ранняя агрессия... Это... Это... Это герой для ППДЕФ, он должен быть максимально прост. Максимально прост, да. Потому что он тоже максимально прост, или нет? Да, как Капитана Вертушкова, в общем-то. Мы все простые ребята. Мы простые ребята. Ну, где мог бы тоже быть Капитана Вертушкова? Ммм... Но он зачем-то поехал в эту Америку. Да... Родился в ней. Наш Пётр Клинков? Да... Старший Бибер, да? Хотя бы не Пол. Да... Боже, еще хуже стало. Серега пропавал Рюклуб. Ну, да. Надо вам сказать про Пол в электронном Рюклубе. Электронный Рюклуб. Так, а что же у нас CDC-то не хватает? Какого-то... Саппорт, а что мы можем посоветовать CDC взять как последнего Саппорта? Какого-то такого хорошего, который будет полезен... У нас все катапы в Шаду Самат? Это он. Ну, или вообще, если у нас... Может быть, ну... Рюклуб. 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 Найклуб. 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 Ну, и подход к этому всему делу. Ну, потому что... Сейчас его женщины все имеют... Это на руках у себя. Как бы они видят, что у врагов. И могут взять у него героев, который... Отпушивать. Ну, тут же Operation, например. Какой-то... Древний. Почему бы и нет. 50% Под комбинацию... Под комбинацию... Реально заходит. Конечно. Под нагу, под шокеру... Вич-доктор, так сказать. Вич-доктор, аппараты. Такие игроки... Они простые должны быть. Вода против лансера... Ну, нет. Нормально. Работает, работает. Ну, тут... Конечно. Мне кажется, аппарат интереснее. Надо... Там просто из всех конфинаций вот это зайдется. Солны... Да. Пушу, да. И красивые аппараты. Чтобы просто... Он будет защитиваться. Все, которые... Будут очень интересны. Это шторма. Вообще удобно. Аппарат может постоянно по каждой... Раскидывать ульты. Все реагирует. Что он может убивать людей. Тут, там. Там. Шейкер. Тоже помогает. Наши вража. Ну, погляди. В чем углы. Минуточку. Он с пенисом зашел. С пенисом зашел. С пенисом? Ну, да. По факту... Ну, или хардлайнер, а шейкер... Так выглядит. Шейкер. Ну, хотя... Локерка не прогнать. Тут надо... Не-не. Локерка вообще-то... Да бедит актер по-хорошему. С кем ты будешь прогонять? Кирокоптер с баражом не сможет подойти и... И... Все так же есть, что Рубен валяет. Вот. Вот. Это... Засало. Я подключился. Здрасте. В нашем канале. Так что... Давайте наблюдать за тем, что же эта команда нам преподнесет. И... Опять-таки забирает своего вот этого вот кота. Этого фантом лайнера. Видите, поразбирали героев. Ребята из... Evil Genius очень очевидные выборы. А лучших героев фактически набирают они. Сумаил играет на своем любимом герое. Ну... Короче. Сумаил играет на шторме. Ауи играет на Наги, на которой он сыграл. 20 миллионов игр в ППД играет. На Энштопаришне. Фир играет опять на гирокоптере. А если он выиграет вот этот турнир, ему надо просто себе вертолёт домой купить и всё. Потому что он сможет себе купить. Миллион с копейками можно точно найти вертолёт какой-то. Главное будет. Им надо статуи шторма поставить будет. Где-нибудь. У себя во дворе. Валве поставят. Они же каждый год делают что-то. А что-то в этом году ничего не делали с героями с прошлого финала. Ну, я уверен, они потом. Потом что-то сделают, да. У CDC на Dragon Knight играет Шики. Агрессив на сигнатурном фантом лансере. Гардер, Суппорт Линна. Игзе, Клокверк и Кью на Винтерверни. Ну что же, Клокверк появляется на этот раз в составе команды CDC не отдали Юниверсу. Решили забрать и сыграть на нём сами ребята из DEC. Как у них это получится? Давайте посмотрим, да. Мне вот больше нравится то, что Лина вернулась в наши пики. Вроде бы два последних дня она была ферст пиком. Причём как у одной, так и у второй команды. И тут про неё забыли. Но вот теперь она хороша. Да, теперь она в игре. И посмотрим, Гардер сможет ли как PPD уже. Да, в PPD, как, например, FNG нам показывал. Да, матч против Secret выносить. Быстро его... Стараться на суппорт линии вынести довольно быстрый аганим. И помогать убивать вражеских гирокоптеров, несмотря на их блокингов. Или как директор 8 будет паковаться, или даже уже как, наверное, как Ауи будет паковаться в мейки, барабаны, там, медальки и прочие полезные артефакты. Как всегда, Sumail подходит в мид, да, не один вместе с ним. Ауи, Ауи будет его поддерживать. То есть Shiki нужна будет помощь. Она уже рядом. Лина на месте. Лина, как помощник, она пободрее, чем та же Нага Сирена, потому что может мяч тормаз в руки. И что? Штоп стоит хорошо? Ну да, Наги немножко тяжеловато здесь как-то помогать. Поэтому Shiki тут будет стоять. Быстрая банка ему пришла. Тяжеловато будет его раскрасить. Но в любом случае это Sumail и это Storm Spirit. То есть он придумает, что делать. Однозначно придумает. Это очень хорошая лана против Dragon Knight, поскольку у Dragon Knight очень мало урона. Да, вы можете спокойно шторма спамить, понижать ему урон, но благодаря ремнантам, благодаря пассивочке вы в любой ситуации сможете спокойно добить крипа и ничего вам Dragon Knight не сделает. Смотрите, какой, как не повезло немножечко здесь с вардом Гардеру. Вот он тыкает в центр и не достает один пиксель до пса. Разбивает он лес, он пытается найти, но, к сожалению, ничего не видит. И в итоге мы видим, что все спауны заблокировал здесь Universe двумя своими вардами и за счет этого получает левел, за счет этого получает X-Pull, за счет этого стоит на линии здесь против агрессива Universe. И самое жесткое, это что Shaker на харде, он может спокойно перекрывать фиссурой тех крипов, которые идут. И X-Pull идет к нему под Tower. Поэтому пока у коробки все идеально. Universe забирает X-Pull. Ну, Universe продолжает отыгрывать просто феноменальный International. Я не знаю, ребята, будут ли сегодня в аналитике. Я думаю, будут, конечно же, потому что у нас будет финальная аналитика определять лучшего игрока дня. Но, по-моему, Universe сейчас смотрится на этой роли. Причем очень-очень-очень хорошо так смотрится на топе. Он вообще агрессиво просто здесь прессует. Смотри на него. Страшно. Еще мой игрок помогает, да, иди отсюда. Ну и суппорты. Суппорты не могут отводить первое. Второе также не могут отводить, перепуливать на вот этот кэм, чтобы линия вернулась обратно. И нужно идти делать какие-то действия. Очень хочется выйти на мид к шике, но из-за того, что ДК милишник и не обладает таким хорошим харасом, то что он спирит всегда в УХП и взять его очень тяжко. Ну, жесткие проблемы. Первый левел Q, первый левел гардер. И просто из-за того, что чуть-чуть левее бы поставил Сентрик, ничего они не могут сделать. Суппорты очень сильно проседают у команды с ДК. Да, здесь тоже Ауи первый левел. То есть, понятное дело, ППД хотя бы второй взял. В том, что они-то свою работу делают. Защищают просто Фира. В миде подошел Ауи и помог Сумаилу. Ребята из ДК пока не совсем понимают, куда им вообще на карте деваться и вынужден приходить на линию Q и воровать эксплу агрессива, которая ему нужна. И деньги ему тоже нужны. И Верна находит единственное полезное решение, чем она может помочь лансеру на линии. Подходит наверх, постоянно харасит шейкеры за счет Арктик Берна. И универс немножко проседает, но да, агрессив нормально выфармливает. Алина в это время уходит в свой лес. Стакает вот один кэм и при этом спокойно фармит второй. Учитывая, что она такой интовик, у которого очень сильно исходил, у нее это получится хорошо. Да, Алина там конечно зафармит, но с левелом будет все равно тяжеловато. Шики продолжает обузить Батлкроу. У Шики четвертый левел, двенадцать на ноль крипстат. Ну и вы посмотрите на крипстат Самаила. Двадцать четыре на десять. В два раза больше добито и десять заденайных. Ни одного крипа не смог заденайть Шики. Шетвертый левел у него и уже почти шестой имеется у Смейла на Шторм Спирите. Как вот писал Иксмайк у себя в Твиттере, я не понимаю, как в финале Интернешнала Сумаилу дают играть на Шторме. Как это происходит? Почему это происходит? У него на этом Шторме просто какой-то баснословный винрейт и выигрывал он GAC, выигрывал он кучу турниров на этом герое, но все равно ему его отдают и все равно очень хорошо он продолжает на нем отыгрывать и выигрывать. И частенько ему отдают позицию, что Сумаил может делать все что угодно, если вспоминать какая-нибудь Queen of Pain, может быть Viper, могут его напрячь, закидывать ядом, но Dragonite это такой товарищ, который развязывает руки любому мейдеру и ты можешь спокойно стоять. Ну вот в случае с Сумаилом он имеет больше, чем Фотом Лансер на Изелине. Да, 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 пожалуйста. И продолжает фармить, и продолжает уводить крипов, он четко знает так, чтобы линия не пушилась, так, чтобы Тауэр не бил крипов. Все шикарно делает в виде Сумаил пока. Dragonite же отправляется немножечко пофармить Лиса. Вот здесь он будет дождаться 4.55, чтобы сделать стак, и потом будет стараться фармить. Пятый левел у него по-прежнему, шестой скоро получится. Сумаил уже шестой получил и седьмой на подходе. Шейкер на топе продолжает получать эксплуат для ЕГЭ. Начало просто шикарное. И у шейкера появляется соло ринг. Казалось бы, стоишь ты вот на такой линии, и вроде бы все хорошо, но вот эти вот фиссуры издалека, которыми ты закидываешь, постоянно сбиваешь противнику ХП параллельно, ты еще и мешаешь добивать крипов. И в итоге мы видим, что мид лейнер у нас чувствует себя получше. Как-то хочет быть полезным и уверенно на линии, но вот такого шейкера уже не прогнать, и он будет получать вот экспириенс и голду. Как ни крути. Подходит на мид у нас Ауи. Продолжает он стакать, намекает, что ППД один прекрасно справляется. Не, ну это нормально. Посмотри на эти леса. Все сколько тут в лесах. Посмотри сколько тут. Тут трипл стак. Деньги. Тут просто деньги. И это все для шторма. Это все для шейкера. Это все для вас, ребята. Это все для гирокоптера. Приходи, фарми, забирай. И одновременно иллюзиями еще и пытается стакнуть Эншитова. Эншиты тоже на стаканы. Боже. Ауи, конечно, божит на нагел на данный момент. Вероятно делает одновременно просто невероятное количество дабл спаунов, трипл спаунов и у него это получается. Так, снизу Клакверк. Он стоит на линии, вообще никого не видит. Вот так вот он сильно боится. Идет к нему линия и спокойно ее забирает. А Фир, он чувствует, что это Интернешнл. Все прекрасно знают о том, что свои леса ребята любят постакать и также, естественно, их забирать. Поэтому против Клакверка, который может зачекать ракетой твой лес, лучше не рисковать и забирать своевременно. Фир опять приобретает нас манго на старте игры на гирокоптере. Это интересно. Не много ребят, которые играют на роли Кэрри, покупают манго. Я даже не могу вспомнить ни одного, кто бы покупал манго на гирокоптере. Ну, Фир вторую игру подряд в Гранд Финале Интернешнл. Так что уже через несколько часов во всех пабах манго на гирокоптере. Ноль-ноль счет по-прежнему. Семь минут, да, прошло. И когда же будет ФБ, где же будет ФБ? Я думаю, что где бы оно ни было, оно будет при участии Сумаила. Почему-то мне так кажется. Который, кстати, уже седьмого левела начинает, уходит скрываться в леса и линию в центре забирает Ауи. Ауи встречает у себя конкуренты в виде Виверны и спокойно стоим, выфармливаем. Стоят два пацана такие в люке. Да, вот. Виверна против Наги на L4, то и то. Вот у нас команда пока играет ровно. Ни один, ни второй не допускает никаких ошибок. Все ребята забирают шесты левела для того, чтобы можно было потом идти и куда-то врываться. И нужно, ну, нужно стакать. Вот в таких играх нужно стакать и посмотреть, что Ауи. Он бегал, разведывал стаки, нашел ДК, нашел Лину. И можно попробовать ворваться на Виверну в центре, понимая, что она одна. Да, да, да. И действительно, если бы Шторм был поближе, скорее всего, влетали бы на Q. Пятый левел он. Нету пока проклятия. Без Витэскурса вообще никак он не может остановить врывающихся на него Шторма. Так что, если бы был Сумаил поближе, я думаю, был бы влет. Но Сумаил продолжает фармить стаки и так далее. Еще забирает реген. Ну, боже, он опять с регена на Шторме. И с Кастой начинает идти, видит на центре свой килл, но уходит под тавер. Как же они спокойно играют? Да. ЕГЭ, ну, с ЕГЭ, ну, хотя у ЕГЭ не так-то все и супер круто, как кажется. То есть, как бы, да, у них проседает Шейкер по сравнению, например, с тем же Клакверком. Но очень хороши Шторм и Гирокоплер. Хотя там тоже Драгонайт довольно неплох. Но у него там лесной фарм преимущественно. Полностью это лесной Драгонайт у нас вышел. 46 хриповых, из которых, наверное, 25 были убиты в лесу. Ну, а теперь есть шестой левел на Клакверке. Ребята могут спокойно заходить в лес ЕГЭ и убивать там всех. Нага без шестого левела. Она не так хороша. То же самое касается и Шейкера, которому нужен Блинкдаггер. Ну и аппарат. Опа, опа, опа. И палят ЕГЭ. ЕГЭ на хайграунде. Колдаун. Проблема у Драгонайта. И первый фраг делает Сумейл. Сумейл летит дальше. Дамажит Сумаил всех троих. Живый ЕГЭ. Сумаил цепляет нас. Клакверка. Клакверк. Проблема у него. Клакверк погибает. Клакверк. Шейкер ультует. И добивает его на ТП. Не сбило в мине. Минус 2 делает Evil Geniuses. Очень, очень повезло им, что они были на хайграунде в момент спуска на речку. Ну ты был прав. Первый фраг сделал Сумаил. ЦДК не до конца знали, сколько здесь находится членов команды ЕГЭ. Они не до конца понимали вообще, кто там на ХГЭ, кого видно. В итоге разбежались разные стороны и ДК пришлось отдать. Но было нечего делать. Парень умер и ничего не успел за Мисси сделать. Да, в итоге минус Шики произошел у нас и минус ХЗ. Два все-таки кор-герои умерли. Да, агрессива в драке не было. Агрессива не могли спонуть ЕГЭ никак. Но все же, первые два фрага за ними. И по фарму графики показывать нет смысла. Вы понимаете, что тут все абсолютно ровненько. И эти фраги пока ничего не значат. Только разве что то. Драгонайты немножко времени фармить решаешь. Да, до 6 уровня они действительно ничего не значат. Очень мало получили в итоге ЕГЭ за свою вылазку. Хотя сделать даблкил это приятно. И теперь форма ДК. Ждем, когда у ДК откатится форма. У Клаквека есть хукшот. И можно идти дальше убивать кого-то. Лина у нас, по-моему, немножко рано пошла в лесные атаки. Поскольку она все еще четвертого левела. Все-таки нужна какая-то лагуна, чтобы можно было хорошенько заряжать. Да, но Ауи могут убить и без лагуны. Клаквек кукшот мимо. Пытается догнать Ауи. Не догоняет и уходит. Понимает, что будет ТП. Ошибка ХЗ. Но там разобрали. Ауи уворачивается и уходит. Тревела на 10-й минуте и 9-й секунде появились у Фантом Лансера. Очень любит агрессивный этот билд. Ну и 10-я минута Тревела. И в такой ситуации Мон молодец, что наконец-то понял. Когда ты Лансер, тебе лучше всего не встречать Гирокоптера. Не бежать за ним под тавер, не пытаться его убить. А самое приятное, это поспитпушить. И вот этот айтем очень сильно ускоряет его фарм. Но с другой стороны, Дим, они же играли весь групповой этап и весь плей-офф. Так что они просто и шли и Фантом Лансером дрались. С Гирокоптерами, с Шейгерами. Пофиг с кем. Они шли и дрались. И работало. Было, было. Но вот ЕГЭ, как мы можем наблюдать, эти ребятки все-таки умеют давать сдачи. Атакующим Лансером вначале. Да, причем неплохо. Агрессив. Увидел Гирокоптера, сразу же уходит. Он понимает, что тучить на линии против Фира ему очень даже не хочется. Фир отсюда отбегает. Фир выходит опять-таки первым артефактом в хелм. В Доминатор. Будет у него Доминатор. Сразу Аквила уже есть. Потом может будет выходить барабаны. С деки забирают теги Таверфиза. А ЕГЭ не хотят драться. Все еще продолжают набирать свою силу. Понимают, что все-таки такой герой, как Лакверк, он носит намного больше импакта против ЕГЭ. И самое интересное, что сейвить особо некому. Так как нету какого-то форстафа и нужно будет его впоследствии сделать. В итоге убегают наверх. Нага у нас вот уже почти шестой левел. Самаил прессует центр. Забирает руну сверху. Богатство. Да, да, да. И денежка еще слепится. А не Бладстоун ли это? Это уже Бладстоун почти. Уже почти Бладстоун. Хорошо ему. Да, у Сумейла все действительно хорошо. Остается дальше только заряжать. Из нужных еще артефактов, конечно же, даггер на шейкере. Тоже, когда стреляет гирокоптер, мне кажется, что-то лютое происходит вообще. Ну, посмотрим на варды. Снизу у нас стоят варды так у цитеков, что их очень тяжело найти. ЕГЭ знали о том, что ребята были. Поэтому сейчас уже кликает шейкер на то место, где Виверна могла его поставить. Посмотри, посмотри. Оп, да, нашли. И цитеки уходят к себе. Кулдаун на форму Драгонайт. А теперь осталось еще немножко потерпеть для того, чтобы сделать очередной врыв. И счет 2-0, 20 минута. Ну да, очень, очень. Мы предполагали это на прошлой карте, что не будет никаких врывов. У нас на прошлой карте на 40-ой минуте счет был 9-11. Но в итоге карта оказалась супер увлекательной. И, скорее всего, здесь будет точно так же. Варты кнули на ХГ. Видят, что там происходит. Ребята из цитек. Понимают, что там есть несколько крипов, которых скоро придет гирокоптер добивать. Но понимают, что это опасно, куда лезть. Что можно подставиться под слип. Можно подставиться под айсбласт. И можно просто поумирать всем на бузском-бузском проходе. Вот по поводу Cool Story, что я хотел рассказать. Когда цитеки... Многие говорят, что цитеки это команда, которая вышла не из ниоткуда. А на самом деле они все время играли на многих турнирах. Единственная причина, почему их не сильно замечали. Потому что был патч, где агрессия и активность она наказывалась. И люди очень часто сидели на хайграунде. Но как только его изменили, эти ребятки начали давать. Причем прикурить почти любой топовой восточной команде. Но мы наблюдаем здесь, что творят в этом патче в 6.84. Ребятки из The Game. Тем временем Phantom Lancer левел 10 наформил себе уже драму по endurance. Продолжает здесь стоять на нижней линии. В миде Сумейл есть Bloodstone. Есть Bloodstone. 14 минута. Очень хороший Bloodstone. Он прекрасно понимал, что здесь ему, наверное, silence не особо там нужен. Поэтому Orchid мы вряд ли увидим. Ну, хотя затыкать Виверну всегда хорошо. Да и не только Виверну, Лину тоже надо. Ну, а тут Blink. Тут Blink. На Dragonite первым артефактом. Опять-таки, абсолютно верное решение. Теперь есть чем врываться. Помогать Квапирку, который вошел в драку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Проблемы у Фью. Боже, как его разорвало. Но он не выдержал. Тут надо выдерживать. Тут надо держаться с командой. Тут каждая ошибка может закончить игру. Напомню, что проигравший в этом матче уезжает домой со вторым местом и зарабатывает 2 миллиона 800 тысяч долларов. Победитель зарабатывает 6 миллионов 616 тысяч долларов. Это по миллиону и 100 тысяч. Нет, а больше, чем по миллиону. Я не хочу считать, впрочем. Много. Это много, ребят. По миллиону и 160. Это миллион и двести тысяч на рынок. Где-то так. Давай-давай посчитаем миллион. Просто мне не надо вот это, потому что там много. Неправильно считать эти выигрыши. Верно? Много денег. CDC. Поставили с интро. Убедились, что нет апса. И вы только смело идут в смоке. Есть блиндайгер у ДК. У того же шторма Блустон. Поэтому нужно идти и наказывать. Линии. Вот линия пушится на миде. Агрессив. Это вот такая дефлотная фишечка от CDC. Когда вы хотите запушить центр. И планируете выйти вот так вот в спину. И ЕГ должны знать. ЕГ должны знать. Потому что ребята играли так все игры. Они очень хорошо в спину забегали. Но ты посмотри. Они вместо этого. Они в смоке пошли подметись. Да. Они заходят на низы. Никого там не видят. Там по прежнему свободные линии. ЕГ там не было уже очень давно. Ауи на топе в лесах. Увидел агрессива. Ну опять таки. Понятное дело даже если он даст слип. И поймает людей. Ничего не произойдет. Но позиция у Наги интересная довольно. Да. А ЕГ в это время ждут в центре атаки. Наги естественно у нас имеет АП и готовы в любой момент перетянуться на мид. И вот посмотрите если на варды. ЕГ вот смотри как жегу. ЕГ варды стоят вот так вот. Вот их линия обороны. Они вообще не собираются даже всморе заходить. Конечно снизу. Сумаил на хз. Есть литер скверс проблемы у Сумаила. И это минус Сумаил. Да. Вот так вот. Наказан за наглость. Врывается он. И тут же четыре человека моментально избивает Сумаила. Первый фраг для Сидиси. Хороший килл. Да. Хороший. Действительно хороший заработанный фраг. Сумаил теряет два заряда. И получает такой щелчок по носу. Типа теперь будет думать при чем так рваться. Теперь он видит блиндаггер УДК и понимает что его очень быстро накажут если этот парень его застанет. Если до этого какой-то клокверк он должен в него попасть. Лина попасть станом это вообще что-то из раздела фантастики. Виверна со своей ультой. Ну ей нужно быть в позиции. Она обычно стоит сзади. Так вот ДК такие шуточки не прокатит. И теперь Шторму нужно срочно сделать выбор. Будет ли он делать Black King Bar. Чтобы хоть как-то маневрировать. Скорее всего да. То есть тут как бы его будут ловить. Действительно хватает контроля и понимать должен это Сумаил. Что не сможет он всех закликать до смерти. Люди как бы там тоже неплохие. Мы уже увидели. И надо наверное придумать действительно БКБ. Надо еще придумать. Но вторым ли артефактом. Да надо придумать для ЕГЭ. Хотят ли они вообще кого-то идти. Пока ребята стабильно защищаются. И ждут когда CDC придут. Но. Мы видим как эти ребята эволюционировали. И теперь они просто так под товара не бегают. Хватило им трех игр. Когда они врывались там тем же Фантом Лансером под гирокоптера. И вот кстати о Фантом Лансере. Купил себе травола. Купил барабаны чтобы быстрее фармить. И он по Нетворцу уже отрывается. В центре Сумаил врывается на Q. Подходит Лина. Не успел у нас прийти ДК. Но был почти. Да если был бы Драгонайт рядом. Если бы он блинканулся за Стайнер. Скорее всего тоже были бы проблемы огромные у Сумаила. Потому что в Интерскерс. А нет на Кулдауне. В Интерскерске не было бы ульта Виверны. Поэтому тяжело бы конечно поймать. Но нет ничего невозможного. Пока экшен на карте делает только Сумаил. 200 денег. 200 голды осталось. Универсу до появления блинка. И вот потом можно будет идти и врываться. Очень четко. Использует время. Которые. Ну и Гирокоптер у нас как мы видим очень много на Энжи так заработал. Но покупает с Энджин Яшу в этой игре. Хочет быть толще. Хочет быть толще. Побыстрее. Ну не самый лучший. Айтем именно против Лансера. Потому что тот парень прыгает. Бегает на чарджи на 522 МС. Но кто его знает. Может быть и зайдет. Сумаил врывается на Агрессив. Агрессив остался один. Мало маны у Сумаила. Подходит ДК. Но тут команда ДК рядом. Вот он Шейкер. Дает стан. Маны нету. Сумаил маны нету. Шейкер агрессив. И на развороте пошел на 300 хп. Ты что творишь? Агрессив. Агрессив. Не обращая внимания на происходящее. На топе PPD остается фармить. Шейкер получил блин. Миди фармит. Фир. На данный момент две линии фармят ребята из ЕГЭ. Собрались снизу. Сдеки будут пытаться что-то придумать. Но тут иллюзии Наги. Напрягают. Мешает жить. Пойдут ли с деки Пушитава? Потому что если не пойдут, то то что они сюда стянулись получается не особо результативным. Да. Есть такой маленький мини плюс за то, что они фармят свой лес. Периодически выфармливают стаки. Поэтому если посмотреть по графикам, в принципе все ровно. Ни одна, ни вторая команда особо не вырывается вперед. Тут продолжение. Я с такой-то игре чувствую, блин, если вы хотите играть так, купите все Мидасы просто. И фармите. Но Сумаил с огромного рейнджа врывается Лиду. Обалдеть, как он дотянулся и он его забрал. Невероятно. Это фантастика. Он летел просто через всю карту. И понял, что попал 5 ультом по линии, надо лететь. Он почти вслепую летел. Там было буквально 2-3 секунды. И прикольная связочка. Нифига себе. Ну вообще да. Больше монопулы он будет летать просто по всей карте. С базы просто. И полетел убивать. Тем временем Биверна погибает. Тем временем в миде Фир ловит Миверну на колдаун и расстреливает ее. Соло. 5-1. 20 минут игры прошло. Дидбак сделали. Сдеки. По деньгам чуть-чуть впереди ЕГЭ. Но 4000 экспей не ведут. И сейчас, кстати, денег заработает еще Фир за убитый. Тайдин Тавр в миде. Ну у ЕГЭ получается все. С точки зрения стратегии у них чуть ли не идеальный пик и не идеальное исполнение. Аппарат, который забегает в вражеский лес. Вот мы видим то, что он специально поставил Сентрю и все это время спокойно фармил. За это время у него транквил тапки. Параллельно еще 1300. Возможно будет фармить какой-то фаст мидос. И восьмой уровень. Очень уверенно. Да, да, да. Спит пушит 3-5. И при этом ультой... Спит пушит 3-5. Спит пушит 3-5. И при этом ультой своей чекает свой желез, в котором находится CD-AC. И почти нереально кого-то словить. Обалдеть, какие стратегии. Да, Сумаил все-таки, кстати, решил делать себе Орхид. Правильно это и нет. Конечно, правильно. Против Виверны, да. Личным никогда не бывает, чтобы заткнуть ее и стереть порошок. И его видит на варде. Сумаил об этом варде абсолютно ничего не знает. У Лины есть прокаст. У Верны есть ульта. Подходит сюда Драгонайт. И он чувствует. Сумаил чувствует Драгонайт. Достает Лина. Стан и ульт. Лина. Стан. Виверна и ульт. Сумаил. Ай, мох улететь. Шейкер. Гардера. Гардера нет. Пустят. Голдаун. Добивает Гардера здесь. Тут же агрессив рядом в драке. И, наверное, надо отходить ЕГЭ. То, что поймали Юниверса. Глокер промахивается ультимейтом. Юниверс пытается убежать. Агрессив за ним до конца. Это минус Юниверс. Два фрага уже важных сделали в деке. И можно постараться побить также вышку. Ну вот вард сработал. Лейнвард сработал. Поймали Сумаила. Дальше драться, конечно, не было смысла. Но, в любом случае, размен на Лину Юниверс сделал хорош. Потому что его потом поймали. Ну, да, бывает и такое. Эти варды вообще невероятно работают. У меня есть ощущение, что этих ребят... Там по плану еще есть 5-6 запасных точек. Куда оставить варды? Потому что такой вард мы тоже видим впервые. Для того, чтобы врага ловить. Но это грамотно. Когда ты прекрасно понимаешь, где враг может тебя видеть. И Суар видит кью. Через полкарты. Сумаил. Надо обратно вернуть свои заряды, говорит Сумаил. Было у него 4, становится 5. Вот так вот. Увидел, улетел, убил. И он должен сказать своим тиммейтам, что, ребят, там стоит вард. Не просто же так Виверна гуляла здесь. Но он не знает где. Тут очень тяжело. Тут очень тяжело гадать. Да. Вот этот вард, конечно, попробуй найди его. Так, ну что, Сумаил имеет хасту. В банке. И начинает собирать второе обрыве он став для того, чтобы докупить Орхит. И где-то, я думаю, минут через 5 у него будет этот Орхит. И будет намного более опасна жизнь и работа Винтера Виверна и Лины. Аппарат у нас приготовился к Рошану и решил сделать Верну. Все-таки не будет никаких фасмидусов, поскольку в любой момент может начаться Мессио, которое было на прошлой карте, и лучше всего уплотняться. Ауи у нас уже имеет Мекку и Аркан Буци. В итоге может почти вечно спидпушить своими иллюзиями и очень уверенно толкает свои линии. Вот казалось бы, Мека не так хорошо смотрится на Наги, да? Все-таки она чаще стоит сзади, вязает свой сон. Но когда она идет спидпуш, она еще и регенит твоих хрипов. Это во-первых, во-вторых, это же Гардиан Гривз будущий. Опять-таки, с хорошим бафом, с 45-секундным кулдауном. И стоишь, толкаешь, и все отлично. Смог от ЕГЭ. Идут ребята в опасную атаку в чужой лес. Вижена у них там нет. Уже поняли, уже поняли то, что к ним подходит, но нет, идут дальше. Сумайл прыгает на Лину, думал, что она отходит. В итоге врывается один, подходит к Юниверс и ДК. Да, но у Нейноста успевает спастись. Или нападение в Лину нужно забить. В итоге успевает. Сумаила ультанули. Сейчас, слушаю, у Сумаила нет маны. Это могут быть проблемы. Ульт-аппарата залетает. Сумаил очень битый. Сумаил до конца дерется. Шейгер ультанул. Сумаил получает курсу. Погибает Сумаил. Шики тоже погибает. Фир прилетел только сейчас. Два в один. Юниверс! Красава! Но пытается Холдебрессил спасти. Но трипл килл. Дальше, дальше пошел Фир. Тут же Агрессив дерется с ППД. И с Юниверсом. Юниверс без маны. Блинк надо сделать. Блинк Юниверс делает. Уходит. ППД погибает. Фир сделал трипл килл. Ушел. Почти БКБ. Почти БКБ. Три в два. Да, размен более-менее ровный. Учитывая, как все началось. ЦД кинь невероятным образом. Да. Отбились. Отковырялись. Так, поэтому, кстати, по поводу Агрессива он смог взять себя в руки. Никуда не бегать. Продолжает он фармить. Уже первый по Нетворсу среди всех оппонентов. А это не очень хорошо. Я смотрю на трипл килл. Да. А это не очень хорошо. Учитывая то, что он такой один из сильнейших лейт-героев. И у него уже Яша. Делает такой немножко жадный билл. Потому что сейчас ему придется выбирать либо из этой Яши делать то ли Монту, то ли Санджи Яшу. Ну и время что-то серьезное для себя набирает. Монта-монта. Это должно быть для Агрессива. На пятки выйдет. Больше иллюзий. Больше маны выжигания. Универс. Ой, хорош. Задрот. Он задрот? Да. На Агрессив хорош. Варды и ЕГЭ. Как только словили Сумаила снизу и CDC навязали для себя хороший размен, моментально поставили варды. В итоге раздевардели. И сверху еще добавили Апсевич. Движн по-прежнему у ЕГЭ стоит такой, что они уже тыкают варды Абу, куда лишь бы что-то видеть. И пока мы видим, что у них это получается. В свою очередь все-таки как-то вообще забили на варды. Они начинают спокойно передвигаться в пятером следу за ракетой Клокверка и врываемся под хукшот. Пока работает. Пока, кстати, Клокверк очень плохо отыгрывает. А 2 и 3 уже был момент, когда он промахивался в важные моменты драки хукшотами. Нельзя так, понятно, делать ХЗ. Вот на контрасте мы видели с игрой Юниверса, действительно немножко ХЗ на клокверке проседает. И ты смотри, еще один варк вверх натыкает вот сюда возле секрет шопа. Это уже точка послока. И такой вард мы тоже видим, наверное. Да, да, да. Или просто я слепой вообще ничего не видел. На дота бафи надо зайти после игры просто посмотреть на вижн с деков. Это просто гениально. Ребята тыкают такие варды. И пошел ДК. Глимер Кепи врывается на ППД. Подходит сюда агрессив. Кидают фиссуру. Аппарат успеет откинуться ультой. Но... Ну вот она армия. Вот он легион. Уже нападает. Сайленс есть у Сумаила. Сумаила, неужели будет ответка? Шейкер с блинком тоже хочет уже прыгнуть в жандарах, мыть в кого-то. Одиннадцатый левел. И так. Фир. Агрессив. Прыгает на Фира. Фир. БКБ. Тут же Сайленс на Кьюб. Прячется он Климер. Полегел колдаун. Шейкер. 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 Контроль от Шейкера. Хэзэ выталкивает его. Юниверс танк по Хэзэ. Шейкер так и не ультанул. Тем временем Шики убивает. Фир вместе с Сумаилом. Агрессив в Слипе. Хэзэ в Слипе. Они двое остались живых. Хэзэ будут убивать. Агрессива отпускать. Играет просто лучше. В этой игре ЕГЭ играет лучше. И ЕГЭ надо ни в коем случае не спешить. ЕГЭ ведут серии 2-1. И если они дальше будут продолжать вот так драться. По чуть-чуть зарабатывать себе заряды. То есть 4 заряды зарабатывает у нас Сумаил. У него появился Сайленс. Фир. С БКБ все отлично сделал. Скоро он вынесет еще один хороший артепакт. И они могут закончить серию. И это турнир сейчас на этой карте. Могут стать чемпионами мира. Впервые американская команда может стать чемпионом мира. И заработать 6 миллионов долларов. Но Фир сейчас зацарил. Он успел прожать БКБ. Поймал из себя все кулдауны. Лина, Винтерверна. Которые показали свои позиции. Были наказаны Штормом. Ну и тем же Гирокоптером. Который дал по всем обстрел. И два героя вообще ничего не успели сделать. Там было просто ноль демеджа. Ну и вообще. Вот идти в такие лобовые атаки против Гирокоптера. Который кулдауном, флагкэноном убивает чуть ли не пол твоей команды. Это неслыханная наглость. И CDC стоит еще немножко подфармить. Лансер, несмотря даже на свой NetWars, у него нереально мало ХП. У него всего 1700. И вот эти иллюзии, они умирают там буквально за один удар. И это еще Шекер не ультовал. Да. Поэтому ему нужно фармить как никогда. И держать в узде свою команду. Хочется ДК делать свою рейву. У него есть Blink Dagger и БКБ. Но, как мы видим, все игры... Они не могут. Нападают на Сумаила. Поймали его. Врывается Лина. Клак вверх. Сумаил погибает. Наглеет Сумаил. Залеко ходит и его наказывает. Уже такая начинается аркада, где он чувствует себя богом. Однако... Рано, рано. Всего 4000 ведут ЕГЭ. По ХП продоведут около 7 минут. Сейчас смерть Сумаила немножечко экспириенс подарит команде CDC. И Рошан. И Рошан под лидальоном. И не может мобэкнуться. 20 секунд. Ring of Hell стэши. Похоже, хочет сделать для себя линку. Собирается команда ЕГЭ здесь. Ну, не надо. Сумаил сюда с Т2 Тавра будет лететь, что ли? Надо время выигрывать. Сумаил успеет. Да, он-то успеет, но надо выигрывать время. Ульт Аппарата залетает. Очень хорошо. Шекер! О мой боже! Ай-яй-яй-яй! Что сейчас произошло? Юниверс! Ну, вы сами все видели. Два героя, Хардленер и Апарат, вдвоем похоронили всю команду на CD&C. Ребята, такого явного не ожидали. Думали, что у Шекера нет прокаста, но вы посмотрите на этот урон. 3600, 3600 урон с одним блинком. Обалдеть! О мой бог, я не верил, что такое бывает в матчах на Интернешнале, в гранд-пеналах Интернешнала. Какой ультимейт, какой врыв от Юниверса! Юниверс, возможно, вот этим врывом выигрывает эту игру для своей команды и выигрывает этот турнир для своей команды. Фантастика! Ферия, это хайлайт года. Учитывая важность этого матча, это долбанный хайлайт года. Браво Юниверс! Он причем еще шел на мужика, ну, могли попробовать CD&C как-то под баттеры что-то сделать, но... Да, вот графики показывают. Вот он график, он улетел. И вверх он улетел, и по экспе. А CD&C, они сейчас что-то поняли? Вот после этого замену там. Да, они поняли, что надо в жизни что-то менять, по-моему. Да, потому что, по-моему, у них проблемы. По-моему, у них очень серьезные проблемы. И чем больше фантом-ланцеров, тем меньше фантом-ланцеров, учитывая наличие шейкера. Так что надо быть осторожными. Шансы все еще есть. Ничего еще не потеряно, даже близко. Но CD&C после этого нужно спокойно пофармить, вообще никуда не двигаться, поставить все ворты, которые только есть на защиту. И выиграть время. И просто терпеть, пока у лансера не появятся серьезные айтемы. То есть, да, дипуза, барабаны и манта стайл это хорошо, но это все на атаку. А атака бесполезна, если у тебя там нету хотя бы двух с половиной тысяч хп. Нужна тарасочка, возможно, даже какой-то скади, и после этого можно будет хоть что-то ловить. Иначе вы можете вот так вот пойти и еще раз погибнуть. Да, 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 согласен с тобой. Шторм уже собрался в Персеверанс. С тем временем Гирокоптер покупает Баттерфляй. Вот-вот уже на квадреставчуке ему не хватает. И с Баттерфляем этот товарищ будет убивать соло всех. Ну, кроме футом лансера. То есть четверых он будет убивать, его будет убить очень-очень-очень тяжело. И самое жесткое, то что из-за того, что у него Блэк Кинг Бар 9 секунд, ДК, ДПС ему не носит вообще. У него один Блэк Даггер и БКБ. Тут невероятно мало дэмэджа. Ну, он не шейкер, чтобы с Даггером наносить. Да, лансер его в Блэк Кинг Бар также не пробивает. И Фир, он с этого момента почти не уязвим, учитывая, что его еще и засейвит Нага. Боже мой, надо терпеть. И вообще надо как-то развести на БКБшке. Я вот не знаю, как они это... Чтобы они были 5-секундными. Да! Мне кажется, что просто ЕГС сейчас позабирает товара. У них по-прежнему есть Аэгис, не забываем, да. И можно спокойно этот Аэгис реализовать. На Самоиле забрать Т1, забрать Т2 вот здесь. Потом перетянуться наверх, забрать Т2. Зажать на базе с деков. И как тут играть? Как играть в CDC, я не знаю. Это очень сложно. Но ничего невозможного нет. Каких мы камбэков только не видели даже на этом турнире. Он как что был? Рошан и... Рошан, да. Ну да, нету супер-масс-литового команды CDC. Нету Инигм, нету Вайдов, нету Шейкеров. Нету чего-то такого, что Саданет и все умрет. Нету даже Антимага, но... Нет Тайд Кантера вообще на этом турнире в плей-оффе. Мы не видели Тайда, к сожалению. Очень хотелось бы видеть, но не было его. Но теперь отдавать все ТВ-ра, терпеть как никогда. Лансер продолжает нас тут кушать вверх. У него уже 3100, и мы уверены, что скоро будет что-то серьезное. Ну, Тараска. Но это в Батерфляй надо выходить или в Тараску. Ну, бабочка. Все, да, и Батерфляй, и Тарасочка, и Скади вообще все, что есть на жир. А ЕГЭ могут спокойнее идти дальше. Чувствуют они... Два там разобрали, как я и предполагал, и на топ. Чувствуют они в себе силу, и, по-моему, Сумаила летит линка, если я не ошибаюсь. Как только она ему долетит, можно идти врываться. Правда. Бешеная. Да, летит линка. Мама дорогая, как сейчас сложно будет ребятами сидеть и в следующей драке? Как сейчас сложно будет как-то реагировать на шторма. У него очень форр крест. Потому что если ты врываешься на шторме, моментально, фокусе вверну, то даже вот такие ульты, как Винтеркурс, даже Драгон, Тейл, они не остановят шторма, и он просто будет бегать и нарезать их, как булочки. Шинковать без БКБ. Линки ему полностью хватает. Линка ему дает, кроме этого, еще огромный монопол. БКБ ему не дает практически ничего. Вот он смок от команды Evil Geniuses. Но стоял Вард. Вот здесь стоял Вард. Видели этот смок. Парни из CDC, они должны попрятаться по норам и не вылезать. Ребятки, не вылезать. Надеяться до последнего на то, что EG сделает ошибку. Плюс копить байбеки. Если мы видим то, что у нас кого-то есть байбек, у ДК есть, у лансера байбек тоже есть, у плактерка байбек также есть, то вот с байбеками CDC они могут спокойно развалить. Если гирокоптер жмет свое БКБ и флэккэнон, он кого-то убивает, пусть даже с того же лансера, он хорош. Но если лансер выкупается и нападает на него без БКБ, то тогда уже начинается совсем другая игра. Флэккэнон в кулдауне, который 30 секунд, то же самое касается и ульта, и БКБ, и он может нарезать. Поэтому теперь нужно играть очень осторожно. Итак, возможно, последний пуш этого турнира, этого сезона. EG будут заходить на хайграунд. Потеряли Аэгис, будут ли? Нет, без Аэгиса вряд ли я бы не советовал. Они сейчас намного сильнее. Они это знают. 12 тысяч голды, 15 тысяч экспы. Я вижу, очень много людей. Дима, очень много людей из ТАП-Валва вышли на сцену и сейчас стоят, ждут. Они думают, наверное, тоже о чем многие фанаты команды Евлджиниса сейчас во всем мире. Но EG отходят. EG отходят. 12 тысяч – это очень мало, но на 35-й минуте. Учитывая, что тут уже лансер почти 6 лотов. Ну, мне хотя пока в 5, но скоро будет. Поэтому нужно немножечко потерпеть. Вот хороший выбор демонстрируют у нас в целом суппорты. То есть PPD покупает себе Glimmer Cape, Shaker сделает так же, ну, так же то же самое. Пагмин это есть, да. Да, и... Ауи Солар Крест блестящий. И любая инициация Клакверка или того же Dragon Knight, она нивелируется тем, что ты моментально исцеливишь своих противников от Magic Procast. Все. Клакверк, вот как бы мы ни хотели, но в этой игре он не нашел свое место. Единственное, вот единственное, что он может сделать, это давать разведку и время паковать полезные артефакты. Все, вот нужно найти барабанщики, Мекки, Владимира, Кираса и Тарасочка. Ну, теперь жирнее. 3000 хп почти у него имеется. Вот теперь он серьезный парень. Он коронул все остальные слишком слабые. Смоук Ганг. Важно, важно. Если цепанут, то одного-двух убьют, все будет хорошо. Регену Шторма. Вечный Регену Шторма. Отваляется руна Эльвиза. Необходимо каким-то образом найти Нагу. Ой-ой, палец Сумаил. Палец Сумаил. Линка. Опять Линка. Опять Линка. Как и на прошлой карте, опять Линка. И надо уходить отсюда ребятам из команды Сиди и Сип, потому что их просто поубивает. Фира. Ману выжигает. Фир включает БКД. Врывается Сумаил. Шейкер. Юниверс. Боже, он нереальный. Ультимейт. ППД залетает так вверх. Останавливает двух субордов. Отрезает только одного ППД. И агрессиво пытается засейвить у нас Кью. Шики. Драка до конца с Шики идет. Шики не убили агрессив с Сумаилом ПВП. И вот он слип по троим. Все три человека в слипе. Агрессиво просто разорвут. Он уходит до Пельганды. Рауи за ним. За ним же Шторм. Минус агрессив. Шики. Шики пытается убежать. Шики замерзнет на хайграунде. Здесь же ХЗ. Коги сэйвит Шики. Остается 20 хп у него. Урна на Шики. И все-таки выживает. Боже, какая игра. Шторм поймал, убил. Шторм поймал ХЗ, убил. Нету трех героев команды СДК. У агрессива нет байбека. Идет Пуш и Фир. О мой Бог. Просто Шейкер от Юниверса. Начинает первый. Хватает самого главного Лангстера, который всю драку убегал. И вообще не урона никакого урона. Лину стерли в одно мгновение. И Клакверк с Драгоннайтом и Виверной ничего не смогли. Падает Т3. Появился тем временем Рошан. Шторм ворвался на Киоу. Сайленс будет. Вот он Сайленс. Киоу выталкивает. Надо его добивать. Глимер, неважно. Есть Фижин. Киоу. Таверну. Есть байбек у Киоу. Ой, боже, у Киоу. Просто у Киоу, конечно же. Сатаник прилетает к гирокоптеру. Падают бараки. И в Элджинюс ИС. Боже, какой крик здесь стоит в зале. Эти люди понимают, насколько близки ЕГЭ к чемпионству. И за стимиллионам долларов США. Ждать Лансера. Ни в коем случае не идти вперед. Последний шанс у СиДиСи сделать в этой игре хоть что-то. Выкупается Виверна. И ЕГЭ нужно отойти. Так, Фир, Фир, ульт-аппарата. Шейкер где? Боже, как они рассыпаются! Пи-пи-ди блестящий ульт. Фир живет. Лины не будет. Агрессив. Агрессив. Последняя надежда Сидек. Последняя надежда Сидек. Агрессив пытается убить Фира. И пробивает он Фира. Есть Доппельгангер. Фир сэйвит его. Шейкер. Минус ХЗ. Байбек делает Шики. Его тоже убили. Три игрок от СДек живы. ЕГЭ отойдут. ЕГЭ отойдут. Они выбили абсолютно все байбеки. Ни у кого нет байбека. Агрессив, что ты делаешь? Ни у кого нет байбека. Агрессив. Должен быть осторожен. Просто если он умрет, на этом закончится игра и закончится турнир. Шейкер! Юниверс! Божило! Боже, какой же он царь! Какой же он просто нереальный. Агрессив просто кайтит Сумаил. Шики без байбека. Агрессив остается один. Его бьют пять игроков команды Evil Geniuses. Агрессив пытается убежать. Юниверс за ним. Маны нету. ГГБП! Evil Geniuses чемпионы! Они это сделали. Многие считали, что на даке это команда. Ей повезло, что они сыграли. Ну, все бывает. Но сегодня эта команда доказала, что в одной Best of 3 и в Best of 5 серии они однозначно чемпионы мира.